С пробками на дорогу в Твери будет бороться автоматика. На трех оживленных перекрестках города, а именно на пересечении площади мира с набережной Афанасия Никитина и улицы Горького, а также на площади Революции появились новые контролеры светофоров. Сейчас они работают в тестовом режиме, но уже очень скоро контролеры в полную силу смогут считывать транспортный поток, определять направление затора и регулировать фазы светофора. Правда, в особо сложных случаях техникой будет управлять человек. Когда скопление транспорта достигает таких размеров, что автоматизированная система не в силах, так скажем, сама справится, с помощью оператора удаленного доступа данная система может эксплуатироваться в ручном режиме. Задается конкретная фаза, визуально уже человеком с помощью обзорной камеры, расположенной на каждом из перекрестков анализируется обстановка, наиболее сложные, так скажем, направления затора и задаются фазы работы в ручном режиме. Сотрудники ГИБДД отмечают, что на этих перекрестках аварии происходят практически ежедневно. Во многом причиной столкновений являются именно пробки. Люди, вот так скажем, попадают в заторовую ситуацию, переутомляются после рабочего дня, уставшие и уже возникает эффект торопливости. И они, соответственно, уже не так бдительно следят за своими действиями и за остальными участниками дорожного движения. Сократив время затора, сотрудники ГИБДД надеются уменьшить и число аварий. Однако для лихачей это правило не действует. Их нарушения будут фиксировать другие камеры, которые сейчас устанавливают рядом с контролерами светофоров. Так что уже совсем скоро все нарушители получат письма счастья. Приоритет на данных перекрестках будет отдаваться таким нарушениям, как проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора. В определенных местах будет реализована функция выявления нарушений, связанных с расположением транспортных средств, таких как поворот не с того ряда, либо, соответственно, поворот с трамвайных путей, когда по ним движение запрещено. Весь комплекс видеофиксации должен заработать до 31 июля. Однако сотрудники ГИБДД планируют уложиться в более короткие сроки. Чуть позже аналогичные камеры будут установлены и на других сложных перекрестках. Планируется во вторую очередь оборудовать такие перекрестки еще как Волокамский проспект, проспект Победы, Волокамский проспект улицы Склесково и такой крупный перекресток, как улица Орджоникидзе и набережная реки Лазуря. Екатерина Карпова, Марина Евстрасси, Руслан Попов, РЕН-ТВ Пилот.